Число заражений коронавирусом в России за сутки увеличилось. По оперативным данным, сегодня 8386 новых случаев. На 700 больше, чем накануне. По-прежнему больше всего заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье. Локальные вспышки фиксируют в регионах. Минздрав сегодня обнародовал новую, 11 по счету, версию рекомендаций лечения ковида. В любой схем терапии теперь врачи будут применять моноглобулин. Вирус мутирует, и опасность заражения не отступает. Поэтому эпидемиологи призывают соблюдать санитарные нормы и вакцинироваться. В этом холодильнике хранится вакцина эпивакорона, которая не требует разморозки. А в морозильнике хранится вакцина, которая требует разморозки. Это гомковидвак, рассказывает медсестра. Заиндивившие ампулы с вакциной словно занавес из стеклянных бус. Медсестра достанет ту, что выберет пациент. Но чаще врач рекомендует. Ослабленным пациентам эпивакорону рекомендуем. А пациенты, которые приходят прививаться по своему желанию. Гомковидвак, поясняет участковая медсестра Галина Рябченко. У доктора три козыря в руках. Ковивак от центра Чумакова пусть небольшими партиями, но тоже завозит. Народ уже подкованный. И каждый знает, что доставляют в клетку на острие иглы. Выбор есть. Я решил эпиваком, потому что более слабенькая вакцинка, считает один из пациентов. Слабенькая, значит без последствий, ни жара, ни боли в теле. Эпивакорона переносится легко, но по силе другим не уступает, вырабатывает антитела, которые нейтрализуют вирус. В настоящее время нами произведено более 2 миллионов 100 тысяч доз. В регионы отправлены немногим менее миллиона доз. Не так, что едет линия и конвейер, падают ампулки в коробки, их отвозят по поликлиникам, больницам и прививают людей. Вакцинные препараты проходят не двукратную проверку, а трехкратную проверку, говорит заместитель генерального директора ГНЦВБ Вектор Татьяна Непомнящих. Производство пептидных вакцин – это сложный процесс. Клетки с встроенным белком-носителем делятся. Их помещают в биореакторы, где подкармливают и насыщают кислородом. Таким образом наращивают объем полезного белка. Полный цикл занимает 17 часов. Речь идет о степени очистки белка. ДНК штамма-продуцента – вещь опасна, потому что непонятно, как она себя может вести в клетках организма. Лишняя генетическая информация, которая вводится в организм человека, это очень неполезно. Может связаться, каким-то образом встроиться в клетку. Это на уровне предположений, может мутагенное действие оказать. Хотя эта вещь маловероятна, поясняет директор ЕМБТФБУНГНЦВБ Вектор Елена Даниленко. Но самой массовой вакциной от коронавируса в России остается спутник ВИД. 13 миллионов человек получили первый укол. Второй – 9 миллионов. Этим препаратом прививают в больших городах и малых селах. В мобильных пунктах и торговых центрах. Честно говоря, мы ехали сюда за цветами. Но у нас всегда паспорт. Решили приятно и с полезным, так как мне нужно на дачу скоро, рассказывает один из привитых. У нас в семье должна появиться кормящая мать. Я думаю, если с этой стороны какие-то угрозы, я себе это не прощу, говорит другой. Коронавирус может быть опасен для будущей матери. Международная команда медиков провела исследование. Наблюдали за здоровьем 2000 беременных женщин из 18 стран мира, включая Россию. Зараженные ковидом пациентки в 5 раз чаще попадали в реанимацию. Ковид-19 повышает риск смерти беременной женщины в 22 раза. Мы наблюдаем, что беременные женщины с ковид-19 чаще нуждаются в госпитализации из-за серьезных осложнений. Им требуется интубация, они оказываются в реанимации. Около 20% процентов пациентов в реанимации сейчас, именно беременные, заявила гинеколога Кушерма Жори Диксон. В нашей стране эти исследования вели специалисты Национального медицинского центра имени Кулакова. Здесь тоже работали с ковидом чуть больше трех месяцев, а после дистанционно консультировали коллег, когда возникали трудные случаи. Да, были потери в стране. Было проконсультировано более 8 тысяч в этой линейке ковид-беременность-роженицы. Делали все возможное, чтобы было меньше потерь. Сейчас у нас в стране только два женщины на аппаратах и в... Нет никого на ЭКМО. Женщин, которые вызывают тревогу, сейчас, к счастью, нет, говорит директор НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадий Сухих. Роддом 15-й больницы Москвы уже больше года работает на ковид. За это время здесь пролечили больше 2,5 тысячи женщин. 900 малышей появились на свет. Непосредственно сам вирус на ребенка не воздействует. Воздействие идет опосредованно. Поскольку болеет мама, у нее нарушается функция дыхания, она получает меньше кислорода, поэтому и малыш, конечно, страдает, поясняет заместитель главного врача Пакушерской гинекологической помощи ГКБ номер 15 Ольга Конышева. Вопрос о том, может ли ковидная инфекция передаваться от матери еще нерожденному ребенку через плаценту, до сих пор не изучен досконально. Опыт показывает, такие случаи редко, но встречаются. Была зафиксирована одна гибель плода. Он остановился на сроке развития 21 недели беременности. В 27 родился. Мы смогли обеспечить ему жизнь в течение 30 с лишним часов. Он погиб. Именно у него мы нашли на всех территориях его ткани белки вируса, в плаценте и в ряде его органов, добавляет директор НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадий Сухих. Сейчас готовится четвертая редакция клинических рекомендаций, как лечить ковид у беременных женщин. Для всех остальных категорий больных Минздрав выпустил уже 11 версию. Из списка препаратов убрали гидроксихлорахин и добавили иммуноглобулины. Это препарат, который получается из плазмы людей, переболевших COVID-19, и содержит антитела к данному вирусу SARS-CoV-2. Мы как бы вводим человеку уже как бы готовый иммунитет, готовый иммунный ответ против вируса, что позволяет более эффективно бороться с этой вирусной инфекцией, говорит заместитель директора НМИЦ в Тезиопульмонологии инфекционных заболеваний Владимир Чуланов. В новые рекомендации также включены препараты спутниклой тиковивок, как профилактика коронавируса. Но для беременных женщин пока ни одна из существующих в мире вакцин не одобрена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова